Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Горячая новость. Новость номер один для нашей страны, то, что обсуждают, как мне кажется, теперь все, это задержание Алексея Навального. Я также неоднократно обсуждал эту тему на своем канале. И вот последняя информация по данной теме. Соцсеть ВКонтакте заблокировала все группы в поддержку Навального. Социальная сеть ВКонтакте заблокировала все группы, информирующие людей об акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Сообщества стали недоступны примерно с 16.00.22 января. Группы забанили на территории России на основании требований Генеральной прокуратуры РФ от 20 января 2021 года. Такие же требования выдвинуты и популярны у подростков в социальной сети TikTok. Контент, содержащий какую-либо информацию об акциях протеста, вынудили подчистить. Сторонники Алексея Навального планируют акцию в поддержку своего лидера 23 января. Эти акции будут проходить по всей России. Сейчас сторонникам Алексея Навального применяются всяческие меры, законные они или незаконные. Я рассуждать на данную тему не буду. Но единственное, хочу сказать то, что почему ВКонтакте заблокировал данные группы, потому что соцсеть ВКонтакте, она сейчас подконтрольная Российской Федерации. Вот, то есть, нашей правящей элите. Если раньше Дуров заправлял этим делом всем, то в свое время эту соцсеть, скажем так, у него отобрали. Дуров эмигрировал за границу. Сейчас, по-моему, он то ли в Европе, то ли в США живет. И соцсеть ВКонтакте, скажем так, теперь под нашей правящей элитой. Возможно, возможно, данную информацию про Алексея Навального будут блокировать и в ТикТоке, так как ТикТок принадлежит Китаю. Китай, как вы знаете, это наш стратегический партнер. И как мы не хотим с Китаем ругаться, так точно и Китай с нами не захочет, я думаю, ругаться. Поэтому, я думаю, информацию про вот эти вот акции протеста вычистят полностью, вырвут из ТикТока. С Ютубом, думаю, будет сложнее, там информация эта будет. Ну и в отечественных, вот этих вот наших, там, Яндекс.Эфир, Яндекс.Новости и так далее. Яндекс.Видео тоже информация про Навального в ближайшее время пропадет, если уже не пропал на тот момент, как я монтировать буду этот ролик. Горько, конечно, друзья, это осуждать. Свободы слова, конечно, у нас совершенно, как мне кажется, в стране никакой нет. Вот, но имеем то, что имеем. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте классы, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.